Добрый день, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на наш канал! Дядя Сэм, рад приветствовать вас! И сегодня у нас для вас очередная дартс-игра, очередной дартс-поединок! В рамках турнира, приуроченного к 23 февраля в столице Удмуртии, в городе Ижевске, на стадии полуфинала встречаются тезки два Дмитрия. Федоров Дмитрий, который сейчас на ваших экранах, представляющий столицу Удмуртии, и Горбунов Дмитрий в белой футболке с Урала, с города Новоуральск. Пробились они в жесточайших боях к полуфиналу, и вот сейчас Дмитрий сказал, что он готов схлестнуться лицом к лицу в полуфинальной схватке. Судейство данной игрой будет осуществлять Виталий Хохряков, которого Дмитрий обыграл в 1-4 финала, и сразу же он отправляет дротик красный булл, булл-ай. У Дмитрия Федорова чуть-чуть не получается пасть в сектор булл, и начинает Горбунов. На самом деле достаточно уверенно, оба Дмитрия прошли 1-4 стадию этого турнира. 23 февраля приурочено 4-1, он обыграл Хрюкова Виталия, а Дмитрий Федоров обыграл Игоря Кутяина с счетом 4-0. Ну вот, начинают они оба, неважно, 60 и 55. И продолжается набор, тоже неважный. Даже не может упасть в сектор, просто в сектор не может упасть Дмитрий Горбунов, потому что называть буду игроков по фамилии Горбунов-Федоров, потому что оба Дмитрия можно будет путаться. Для тех, кто не знает этих ребят, лично. И вот, наконец-то, попадание в утроение 20-ти, 100 очков. Начинается у нас приличная игра. Не сможем мы, наверное, заснуть. Да, правильно подтверждает другой Дмитрий мои слова. Еще одна, вторая сотня в этом матче. Ну что ж, соперники достойные. Нас ожидает веселенькое представление. Как я и говорил. Еще одна сотня. Ну что ж, пошло-поехало. Молодцы, ребята. Полуфинал. Нужно показывать отличную игру и подавать хороший пример остальным игрокам. Для тех, кому еще только предстоит забираться в столь высокие стадии турниров. Статус должен соответствовать. Еще одна сотня. Резко ускоряется Дмитрий. Перед финишем достаточно хороший разрыв уже себе обеспечил. А вот второй Дмитрий не может его догнать. 168. Чуть-чуть ошибся он в расчетах. Мог оставить себе сумму хотя бы 170. Но, тем не менее, что есть, то есть на табло. 43 получается, да? И приступает к пятому подходу. Снова ошибка. 45 очков. Ой, извиняюсь, к шестому подходу это был шестой подход. И у нас сейчас есть седьмой подход. Уточняю, Дмитрию, суди, сколько четкий остаток. И это правильно, чтобы не ошибиться. И 32. Есть! 100% попадание в дабл. Вот такой вот средний набор на 3 дротика у нас. Не самый сильный. В полуфинале ребята показали шикарную игру. Сейчас чуть-чуть пошли на спад. Все-таки еще не топ-звезды. Чтобы показывать стабильно высокие результаты. Но, тем не менее, стремятся к этому. Снова скромное начало второго лего. Начиная от Дмитрия Федоров у нас. А Дмитрий Горбунов в роли догоняющего. Удастся ли ему догнать? Да, похоже, уже догнал. И даже перегнал. Вопрос на сколько? Ну, на 41 очко. В принципе, небольшой задел сделал. Но Дмитрий старается адекватно ответить. Есть такая же сотня. Ну что ж. Игроки упираются рогами. Упорная схватка. Есть утроение снова. И будет сотня. Даже второе утроение. 140. Действительно. Вау. Еще 40 очков разрыв увеличил себе Дмитрий из Новоуральска. Уже на 80 очков отставания у Дмитрия из Ижевска. Нужно утроение. Есть утроение. Давай еще. Нет. Вот какую хитрость придумал Дмитрий. Когда оставалась возможность набрать 100, он набрал 105. Дабы была возможность выйти на закрытие с помощью двух дротиков 60 и 36. Получится ли? Есть. И можно закрываться уже прямо вторым дротиком. Нет. Мажет Дмитрий и оставляет последнюю попытку и тоже промахивается. Резко портит он статистику по закрытиям себе. Но тем не менее на своем начале была возможность закрыться 15-м дротиком. Обращаю ваше внимание. Ну что. Снова 3 дротика в руках. И хватает одного дротика Дмитрию. И посмотрите 16-м дротиком закрыл как резко он увеличил статистику. Перевалив за 81 очков в среднем наборе на 3 дротика. И продолжает давление оказывать Дмитрий 140 очков. Невероятно. Неужели он снова замахнулся на тот же результат который он показывал в полуфинале с Виталием к охрековым. Но это будет что-то сногсшибательное. И Дмитрий тоже из Ижевска показывает такие же результаты. Но просто игроки достойные друг к дружку. Еще одна сотня. Ну просто невероятно. Давят и давят. У нас похоже тут чемпионат Европы не меньше. Нужно утроение. Нет не получается. Что ж снова мы оказались в Ижевске. Европа пока далековато. Но есть очередная сотня. И вышел на закрытие Дмитрий из Новоуральска. 161 очко. Вполне можно закрыть через Бул. В Бул он уже сегодня попадал в самом начале розыгрыша начала. И может сделать это снова. Но к сожалению уже нет возможности такой. Промахивается он в нем утроение 20. И снова посмотрите повторяет сценарий второго лего. Переходит он на закрытие 96. Если там у него оставалось 18. То что будет сейчас? А сейчас он даже не может попасть в сектор 20. В сектор 19. что творится? Что происходит? Неужели Дмитрий начал нервничать? Хотя казалось бы с чего? Разрыв в счете. Посмотрите какой большой. Не знаю не знаю нервы здесь вообще ни к чему. Нужно собраться сконцентрироваться и спокойно сделать то что должен. А именно закрыть этот лэк двумя дротиками. Есть и нужно 8. вторым не получилось но может быть третьим? Да. Закрывает Дмитрий третьим дротиком и держит достаточно высокую планку среднего набора. 18 дротиком на этот раз у него получилось закрыться. И статистика на ваших экранах. А счет 3-0 в пользу нового уральского спортсмена. на заднем плане у нас происходят полуфинальные игры женского разряда. И справа вот тоже играют Марина Кононова чемпионка России действующая и Анастасия Злыгостева представляющая обе спортсменки город Ижевск. Тем временем у нас Дмитрий снова продолжает оказывать давление 140 очков. Просто невероятно. Напомню, что Дмитрий сюда приехал сразу же после окончания чемпионата Свердловской области проходившего вернее закончившегося ровно 14 часов назад. То есть сразу же прыг в поезд и сюда всю ночь спал в поезде и тут уже показывает такие вот результаты. Снова сотня. Просто невероятно. А 81 извиняюсь дорогие друзья. неправильно посмотрел я судейский листок. Но тем не менее мне на своем начале снова разрыв 57 очков. Просто огромный разрыв и снова последний дротик только смазал Дмитрий. 99 очков оставляет себе. Вот такую сумму закрывает только тремя дротиками. Не получалось у него два раза закрыть 96 получится ли 99 закрыть? Нет уже не получится. И совсем не попадает даже в сектор. Что это был забросок? Недовольен собой Дмитрий но тем не менее настроение хорошее. Есть чему радоваться. Набор конечно высочайший и три дротика для того чтобы закрыть 60 дабл 20 нет не получается утроение десятки есть я даже не успеваю комментировать насколько быстро Дмитрий кидает 82 и 40 просто потрясающе как с тобой бороться говорит ижевчанин надежда удмурти не справилась с надеждой Урала вот такой вот у нас счет дорогие друзья увидимся в следующих репортажах адьос амигос дошли в даря но в сто ты не под а ля 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 ля